Хэй, 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 всем привет, дорогие друзья, с вами Чинацкий, и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательнейшую игру под названием Супер Мекс. Не так давно, буквально вчера у меня был стрим по этой игре, если вы присутствовали, то респект вам, если нет, то обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать стримы, потому что мы там сделали несколько очень даже важных вещей. Сегодня я расскажу частично про них, ну и еще несколько тоже так же важных вещей, сегодня сделаю. Итак, начнем мы с кое-чего интересного, да-да, ребята, 4 эпические Ассеншн Рерики, которые, конечно же, они мне пригодятся для того, чтобы поднять что-нибудь интересное до священного уровня. Прежде чем я это сделаю, не забывайте, ребят, ставить лайки, подписываться на канал, ставить колокольчики. Все это очень важно для продвижения канала, думаю, что вы прекрасно это и сами, в общем-то, понимаете. Так, знаете, что я думаю себе сделать? Блин, на самом деле, конечно, хотелось бы, наверное, наверное, может быть, какую-нибудь даже пушку улучшить, но у меня, по сути, все и так священное. То есть все мои пушки на двух основных роботах, они священные. А вот Беттери Армор у меня уже реально очень давно, ну, я с ним играю, реально давно, и при этом так еще и не сделал священно. Давайте сделаем. Ребят, а что, ну, ну вот серьезно, давайте, мне кажется, что это нормальный вариант. Поехали. Беттери Армор становится священного уровня, увеличивается количество очков здоровья, энергии и тепла. О, замечательно, я считаю, что очень даже неплохой вариант. Так, по священочке сделали, и плюс у нас здесь остаются еще вот пауэр юниты, которые я, как обычно, заготавливаю для видоса. Давайте тоже что-нибудь за них прокачаем. Я, правда, даже не знаю особо, что, наверное, просто, блин, ну можно пушки прокачать. Ну, ребят, сегодня арена будет 2 на 2, поэтому мне эти пушки особо-то не нужны. Я думаю, что просто по модулям пройдемся, и этого будет вполне достаточно. Так, давайте какие-нибудь слабые модули выберем, например, вот этот 43-го уровня, совсем слабенький. Давайте мы его немножечко поднимем, чтобы он побольше нам давал... Ой, что это такое было? Побольше энергии. Плюс 1, плюс 1, это маловато, еще бы хотелось. Вот плюс 2, в общем-то, нормалды. Есть. Теперь каждый ход, ребят, соответственно, восстанавливается энергия, будет на 2 больше. Опять же, может показаться, что не сильно, но, ребят, я не устаю вам говорить, что в этой игре даже единички, буквально вот единички могут играть действительно важную роль. Так, 41-й уровень, давайте мы его тоже немножечко поднимем. Я думаю, что можно даже еще вот это отдать и парочку вот этих, чтобы просто уровень был. Плюс 3 тепла, плюс 2 охлаждения. Not bad. Давайте посмотрим, что еще у нас. У нас, по-моему, еще один пауэр юнит остался. То есть, видите, таким образом мы близко приближаемся к фулл мифику. То есть, уже когда не просто все фулово, в смысле, все мифическое, но все фулово мифическое, и это уже, конечно, совсем другое дело. Так, отдаем сюда тоже, допустим, вот 18 уровня. Плюс 1 энергия дополнительная, что тоже not bad. Сойдет, сойдет, ребят. Итак, давайте посмотрим, что у нас получилось с вами по нашему меху. Ребят, ну, 2700, и это при том, что я, в общем-то, мог бы сделать даже больше очков, на самом деле, если я вот этот платинум отдам сюда. Но я думаю, что и так, на самом деле, нормально. Сюда мне энергия не нужна. Здесь вроде бы все норм. Блин, я вот думал, на самом деле, чтобы энергию сюда еще поставить дополнительно, чтобы было хотя бы 500, чтобы он мог хоть как-то выживать. Но, мне кажется, что в этом нет особого смысла. Лучше мы ее здесь оставим, чтобы у нас было здесь 733 и почти что 4. О, я знаю, что мы сейчас еще с вами сделаем, ребят. Сейчас, секунду. Погнали вот сюда вот. И погнали откроем с вами вот эту вот вкладочку. Вот здесь у нас с вами вот 219 монет. Это можно купить что угодно из этого. Только одно, конечно, но что угодно. Либо даже две, но... Не знаю, можно, например, сопротивление себе поднять. Но у меня сопротивление довольно такое, специфическое. Объем бака, регенерация. Давайте, наверное, что-нибудь для арены мы все-таки с вами прокачаем. Например, количество тепла, что ли, повысить себе не парится особо. Или все-таки восстановление энергии себе повысить тоже не парится. Или количество энергии. Вот я что-то из этого четырех хочу. Я просто пока еще не решил, что. Давайте, наверное, прокачаем восстановление энергии. Просто чтобы у нас было уже 10 из 10, чтобы я об этом вообще не думал. Готово. Максималочка есть. Теперь нам надо будет прокачиваться просто уже вот эти вот... Вот этот куб, ребята, вот этот квадрат даже лучше сказать. Это типа самое важное, я так думаю. Потому что это мы уже прокачали, нам здесь не важно. А вот энергия, тепло и охлаждение, это еще предстоит. Ну что ж, четвертый ранг, ребята. Два на два. Поехали. Я надеюсь, что сегодня нам повезет. Конечно же, форшенбоксы я все открою до конца. Все, которые у меня есть. Чтобы вы тоже заценили, насколько это все будет интересно. Так, у нас здесь, ребят, панели пропал. Тепло, энергетик, физик. То есть, непонятно, что из этого он выберет. Но у меня есть ощущение, что либо 1.2, либо 1.3. Давайте попробуем. Так вот. Угу. 1.3. Разумеется. И, блин. Вот здесь я не угадал. Вот видите, в чем прикол. То есть, даже учитывая, что я мог, в принципе, угадать с тем, каких роботов он выбирает. Но я не угадал, в каком порядке. И это, конечно, очень даже неприятненько. Ну, давайте попробуем сделать вот так вот. Но я думаю, что он сейчас тоже поменяет. Есть у меня такое смутное ощущение, что он сейчас тоже меха. Угу. Классиком. Блин, это прям реально подстава. У него, да, у него есть хит-бомба, поэтому нет смысла. Давайте попробуем сделать вот так вот. К сожалению, не так много получается дэмэджа с Френтика. Ну да, здесь у меня других вариантов нет, ребят. Просто идем вперед. И давайте надеяться на то, что мы сможем затащить этого робота. Но, конечно, шансов... Ребят, я не комментирую это уже. Вот серьезно, я это уже просто не хочу комментировать, потому что Френтик это... Ну, блин, ладно. Я, ну, типа, я не хочу сейчас действительно ничего на этот счет говорить. Просто по одной простой причине. Ну, здесь мне только двигатель включать. Да нет, проверка, на самом деле. Как? Здесь бессмысленно, надо даже продолжать. Меня просто бесит такое, серьезно. Я очень хотел бы поменять Френтик на что-то другое. Даже вот второй Найт Игл бы идеально бы зашел по сравнению с Френтиком. Но Найт Игл надо прокачивать. У меня его даже, по-моему, второго и нету. Физического, да, нету. Эти пушки не подходят. Они не подходят для того, чтобы... Вандал Рейдж, да, неплохая пушка, но она тепловая все-таки. Этот урон, он мне особо не понадобится. Тем более, что она одноразовая. Но это просто какой-то кошмар, если честно. С этими Френтиками прям реально бомбит. Ну, то есть, вот смотришь просто на игру и... Ну, не понимаешь, почему так? За что? За что? Так, тепловик, физик и... Странная сборка. Давайте так попробуем. Я надеюсь, на 1-2. 1-2? Ну, учитывая, что я взял 1-2, он будет 2-1. А, нет, смотрите, 1-2. Повезло, повезло. Ладно, поехали. Здесь у нас шансы довольно неплохие. Несмотря на то, что у него отличное физическое сопротивление, в отличие от нас. Но я думаю, что у нас здесь действительно нормальный шанс. Сойдет, в общем-то, по большому счету. Так, ну, он так-то фул мифик. И считая вот этой пушки с обратным выхлопом, которую я не знаю, зачем он поставил. Может, у него просто оставалось место, и он решил ее взять. Не знаю. Дэмэдж идет. Дэмэдж идет довольно мощный. Но, в общем-то, и мы неплохо раздаем. То есть, видите, мы отстаем ровно на ход. У нас одинаковое ХП. И, по сути, ну, наверное, все было бы нормально, если бы не учитывая, что вот тут первые ходят. Так, все, обломался, ребят. До свидания. Ну, это вражеский френтик, поэтому ничего. Я не буду ничего говорить. Я не буду ничего говорить. Ребята, это френтик. Это старый добрый френтик. Сколько? 600, да? Неплохо, только... Только сейчас это уже не имеет особого значения. А так, да, здорово, здорово. Главное, сейчас я не могу френтик использовать, потому что... Ой, кстати, неплохо. Он мне по энергии зарезал. Не могу использовать френтик, потому что он мне нужен на следующего его робота. Хорошо, хоть добили. Могли бы сейчас и снять ему до конца эти КП. Ну, ладно, здесь у нас преимущество в том, что у нас антитепловой робот. Есть вот... Только за счет этого мы, возможно, затащим. Не знаю, посмотрим. Давайте смотреть. Понижает сопротивление, но у меня его все равно достаточно-таки много. Бьем пока с двух аннигиляций, потому что френтик мы еще успеем задействовать. Сейчас главное использовать преимущество нашего положения, то, что мы рядом находимся. 900 дэмэдж. Ладно, давайте еще ход с аннигиляцией. На следующий ход мы его побеждаем, если он нам не снимает тысячу. Он с дрона... А, не все. Я так понимаю, что... Только френтик вас поспешит. Хорошо. Хорошо, добили. Ладно, неплохо. По крайней мере, мы вернулись на то место, с которого начинали. Так, давайте откроем ящик, наверное, на удачу. Я думаю, почему бы и нет. Может быть, выпадет что-то любопытное. И нет. Выпадает эпик. Ну, тоже ничего. Сойдет. Арнольд, кстати, выпадает. Не такая уж часто встречающаяся пушка, поэтому сойдет, сойдет, сойдет. Поехали дальше. Так, физик, тепловик, физик. И знаете, что я думаю? Это будет 2-1, скорее всего, на мой взгляд. Хотя, может быть, и 1-3. Но, на мой взгляд, 2-1. Сначала тепловик, потом физик. Да? Или нет? Или да? Я очень сомневаюсь, что будет 2-3. Ну, скорее всего, либо 2-1, либо 1-3. Как бы других вариантов я особо не жду. Слушайте, долго тянет, поэтому мы сделаем вот так вот. Оп. Поменяли местами роботов, потому что, если он выбирает не сам, то автоматически компьютер принимает за него решение первым ставить первого робота. Поэтому для меня это, конечно же, более выгодно. Так, ладно, поехали. Немножечко не очень выгодно то, что мы с вами тоже на минус пэде. Потому что он сейчас френтиков может... Ой, а для нас вот это довольно-таки неплохо. Так, поехали. Стреляем. То, что у него минус 50 сопротивления, действительно, очень сильно нам помогает. В том смысле, что у него было бы сейчас... 663 с френтика. Найс. У него было бы сейчас все еще плюсовое сопротивление. То есть, прикиньте, сколько у него физического сопротивления. Много-много. Обожаю эту игру, ребята. Просто обожаю. Я не знаю, что сказать. Слушайте, я бы мог, на самом деле, сейчас Найт Игла ударить. Если он выстроил бы на максимум, то есть супер маленький шанс, что я могу его ваншотнуть. С дрона такого шанса... Хотя он тоже есть небольшой. Ладно, давайте попробуем. Конечно же нет. Минус один на моего робота можно сделать. А 66 на чужого, конечно, почему бы и нет, почему бы и нет. Ладно, не страшно. 1800, и у нас опять с вами получается, что мы в контуру играем. У нас антитепловик против тепловика, поэтому шансы некоторые имеются. Поехали. Другой вопрос, что у него очень много ХП. В отличие от нас. Но я не знаю, что из этого выйдет сейчас. Сейчас поехали. Так, наверное, вырублю двигатель. Сейчас не буду подходить ближе, потому что нам на следующий ход в любом случае надо будет подходить. У него есть штука, которая... Ну да, он будет ею пользоваться. Здесь ничего, в общем-то... Ну да, это скорее всего проигрыш. Это скорее всего проигрыш, так уж получается, потому что у нас тупо не хватило ХПшки. Если бы мы тогда добили этого чувака, то тогда шансы будут здесь уже без шансов. Он с дезоляцией нас просто уничтожит, к сожалению. К сожалению, судя по всему, так и будет. Ну, у меня единственный вариант сделать вот так. Слушайте, стоп. Если он меня не ваншотнет с дезоляцией... Блин, это было бы просто эпично. Он может сейчас... Да, ну, не ваншотни, пожалуйста. Просто не ваншотни. Блин, ребят, я не знаю. У меня что-то в последнее время от этой игры прям серьезно бомбит. Я не знаю, почему... Ну, типа, откуда у меня это вообще берется, потому что раньше я как-то более спокойно к ней относился. Но чем выше ты поднимаешься по рангу, вот где-то этот четвертый, я не знаю, даже на пятом ранге это иногда уже бывает. Но больше всего на четвертом проявляется, потому что ты не хочешь на пятый спускаться, если честно. Это прям нормально так подгорает. Кресло, я думаю, что уже надо реально антипригарным покрытием каким-то покрывать, потому что... Ой, блин, как меня раздражает, когда Френтик нормально не стреляет. Единственный вариант, опять же, на что можно Френтик поменять, это Найт Игл на данный момент. И то его, опять же, надо искать, поэтому он не такой, что и нормальный. Из лучших вариантов Spartan Carnage, но это, опять же, нужно искать. Два тепловика, значит, я думаю, что он первым поставит физика. У меня есть такое смутное ощущение, и... Ощущение подвело. Ну, давайте посмотрим, что из этого выйдет. Пожалуйста, присоединись к моему клану, он топовый. Нет, дружище, я со своими подписчиками вместе сражаюсь. 666, кстати говоря. Вместе со своими подписчиками сражаюсь в нашем клане, поэтому никакого тебе присоединения даже не думай. И надеюсь. Поехали. Сто девяносто семь. Ну вот, то есть, видите, шестьсот шестьдесят шесть плюс сто девяносто семь. Это получается... Семьсот дэмэджа. Это получается четыреста за выстрел. Ребят, ну, типа, это просто по факту невыгодная пушка. Это по факту невыгодная пушка. Я просто вам распределяю сейчас. Шестьсот шестьдесят шесть даже округлим до семиста плюс двести дэмэджа. С второго выстрела девятьсот, да? Ну, даже четыреста пятьдесят, если будем считать так. Даже если считать так. Этого всё равно недостаточно. Не-до-ста-точно. Всё равно не добивает. Я не знаю, ребята, это какая-то реально неверлаки. Просто неверлаки. Я не понимаю, почему так не заходит. Ну, это, типа, очень неприятно, честно. Ну, давайте посмотрим. Но три тысячи хп. Тут единственный варик, как можно проиграть ему. Это если его френтик будет постоянно его подводить. Просто постоянно. Но у меня почему-то есть определённые сомнения, что френтик будет подводить ужасно. Но сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Потому что, по большому счёту, у него нет особо пушки. Так, сто семьдесят три, пятьсот пятьдесят шесть. Ну, вот. О том и речь. На следующий ход сможет ли он меня добить? Сможет. Не, ребят. Я не знаю. У меня нет слов просто, реально. Френтик это от... Блин. Мне прям хочется прямо сейчас его, не знаю, в растопку кинуть какую-нибудь. Но боюсь, что это бессмысленно. Просто потому, что мне действительно нечем его сейчас заменить. В общем. На сегодня будем заканчивать, пожалуй. Главное, что я показал вам священку. Главное, что я показал вам... А, да, я не показал вам ещё премиум. Пятный ран. Ладно, ничего страшного. Четвёртый я ещё успею взять. Главное, что я показал вам форчун боксы. Но, блин, с френтиком меня прям конкретно что-то подгорает. Я не знаю. У меня давно такого не было. Поэтому ставьте лайки, чтобы я наконец-то смог прийти в себя. И записать вам ещё интересного контента. Надеюсь, что будут интересны какие-то акции. Четыре редких, по-моему, было бокса. И два эпических, если не ошибаюсь. Нам сегодня завезли с форчуна. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на группу ВК. Ссылка в описании. Можете спонсировать канал. Ссылка также в описании. С вами же был Чинацкий. До скорой встречи. Пока-пока. А самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо красавчикам, которые поддержат меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах. Запомните их и присоединяйтесь.